Мы с вами уже рассмотрели три самых известных вида полевых шпатов – лабрадорит, лунные и солнечные камни. Но есть еще один вид, который тоже является одним из самых известных и очень красивым минералом из этого семейства – амазонит. Амазонит – потрясающий зелено-синий минерал с увлекательной историей и мифологией. От древнего Египта и зеленых лесов Амазонии до современных ювелирных тенденций. Камень покорил сердца и умы людей по всему миру, как в прошлом, так и в настоящем. И сегодня предлагаем вам узнать про него немного больше. С вами Анатолий и вы как всегда на канале Тистоун. История амазонита берет свое начало еще в 10 веке до нашей эры. Многие полагают, что в это время его называли амазонским камнем, поскольку эти минералы были обнаружены в бассейне реки Амазонки в Бразилии. Достоверность этого утверждения сегодня трудно проверить, поскольку геологи не смогли найти в этом районе никаких залежей этого минерала. Тем не менее, существует разновидность бразильского амазонита, который все еще встречается в других частях страны, но не в бассейне реки Амазонки. Согласно другим легендам, женщины-воительницы древнего племени амазонок использовали амазонитовые камни для украшения своих щитов, а также для лечения болезней и заживления ран. И поэтому камень и был назван в честь амазонок. Украшения из амазонита часто находят при раскопках курганов, именно в тех местах, где по описанию Геродота и Плиния жили амазонки. А древнегреческие мифы утверждают, что пояс предводительницы амазона Киполиты был сделан именно из зеленых амазонитов. Также есть истории о людях из племени амазонки, раздающих путникам, посетивших их жилища, особый вид зеленого камня. Однако, во многих источниках утверждается, что это был все же нефрит или жадеид, а не амазонит. Амазонит был одним из самых любимых камней в Древнем Египте, где голубые и зеленые минералы находились в особом почете. Даже в гробнице Тутанхамона было найдено кольцо Скоробея и множество других предметов, вырезанных из различных видов зеленого амазонита. А добывался камень здесь же, на территории нынешнего Египта и Эфиопии, где отыскали остатки древних копий. А еще древние египтяне использовали плиты амазонита, чтобы вырезать седьмую главу Суда Осириса из книги мертвых. В Древней Греции амазонит также высоко ценился за свою красоту и целебные свойства. Греки ассоциировали камень с Афиной, богиней мудрости, мужества и вдохновения. Амазонит часто использовали при создании украшений и других предметов декора, и считалось, что он приносит удачу и процветание тем, кто его носит. Греки украшали свои щиты амазонитом для защиты, как это делали амазонки. По легендам, амазонит был одним из камней, которые украшали и щит Александра Македонского. В Месопотамии считали, что этот камень посвящен Тиамат, богине соленой воды и океанов, где царит хаос. Согласно вавилонской мифологии, Тиамат – источник всего, породившая первых богов посредством своего союза с богом пресных вод. Эта древняя ассоциация придает амазониту мифический налет, связывая этот минерал с возникновением самой Вселенной, согласно древним верованиям. А индейцы племени Навахан связывали этот камень с Эценат-Лехи, богиней ответственной за создание гуманитарных наук. Также некоторые источники утверждают, что амазонит носили еврейские первосвященники в библейские времена. Все это многообразие мифов, легенд и рассказов, а возможно история амазонита, свидетельствует о его глубокой исторической роли, почитании почти всеми народами мира и огромном количестве применений. И естественно, можно сказать, что минерал пленил людей своей красотой и универсальностью с незапамятных времен. А перед тем, как мы продолжим, по традиции попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Ваша поддержка и активность помогают развивать канал. Приятного просмотра! Амазонит – это разновидность минерала микроклина, которые являются разновидностью калевого полевого шпата. Этот минерал имеет такой химический состав. Сине-зеленый цвет амазонита обусловлен небольшим количеством свинца и воды в структуре микроклина. Эти элементы могут вызывать зеленоватую окраску, а эффект переливчатости, или шиллер, вызван интерференцией света во внутренней структуре микроклина, добавляя ему уникальную визуальную привлекательность. Хотя этот эффект не столь яркий, как у лабрадерита или лунного солнечного камня, но он есть, и местами он очень красив. Как и другие полевые шпаты, амазонит образуется в особых геологических условиях, когда пигматитовая магма медленно остывает и позволяет расти крупным кристаллам. Присутствие свинца и воды в магме способствует отчетливой окраске кристаллов микроклина. С геологической точки зрения, амазонит является захватывающим примером того, как минералы могут приобретать уникальные цвета и свойства, в зависимости от их химического состава, условий образования и геологических процессов, которые формируют земную кору на протяжении миллионов лет. Минерал имеет твердость от 6 до 6,5 по шкале мооса. Это средний показатель твердости, что делает его подходящим для ювелирных изделий, которые не подвергаются чрезмерному износу или истиранию. Некоторые редкие образцы амазонита могут проявлять эффект кошачьего глаза. Это явление вызвано волокнистыми включениями, которые отражают свет таким образом, что создают линию света, напоминающую кошачий глаз. Минерал также может проявлять флуоресценцию, от слабой до умеренной под ультрафиолетовым светом, излучая такие цвета, как бледно-голубой или зеленый, а иногда и розовый. Кстати, интересный факт о цвете. Некоторые продавцы пытались придать минералу немного большую ценность, называя его амазонским нефритом, что является некорректным и вводит в заблуждение, так как нефрит более ценный минерал, хоть и имеет схожий цвет. Сегодня амазонит редко используют для производства исключительных ювелирных изделий. Его используют редко, потому что производителям трудно найти достаточное количество качественного, драгоценного материала, а покупатели ювелирных изделий часто просто незнакомы с амазонитом. Минерал иногда можно увидеть в уникальных украшениях, созданных дизайнером, который специализируется на использовании необычных драгоценных камней. Но его часто разрезают на кабошоны, бусины и ограненные камни для использования в ожерельях, браслетах, кольцах, серьгах, подвесках и других украшений массового спроса. Его яркий синий-зеленый цвет придает таким ювелирным изделиям нотку элегантности и уникальности. Необычный цвет и визуальная привлекательность амазонита делает его востребованным материалом для декоративной резьбы. Из него можно вырезать замысловатые формы фигурки, демонстрируя его природную красоту. Амазонит также используется для создания декоративных предметов, таких как вазы, чаши, статуэтки и другие произведения искусства. Самый желанный амазонит часто имеет яркий и интенсивный оттенок синий-зеленого цвета, напоминающий спокойные воды тропического рая. Так называемый тилк-цвет. Однако, амазонит может встречаться и в более светлых оттенках. От полупрозрачных постельных тонов до молочно-бирюзового. Эти более легкие вариации обладают своим уникальным шармом и привлекательностью, вызывая чувство спокойствия и безмятежности. Помимо красивых оттенков, амазонит может иметь интересные узоры и включения. Некоторые образцы могут иметь тонкие параллельные линии или полосы, добавляющие к камню глубину и текстуру. Другие могут содержать небольшие вкрапления белых или серых минералов. Это усиливает общий визуальный интерес к камням. Обычно это включение дымчатого или прозрачного кварца, черного турмалина или биотита. Именно такие полосатые амазониты с включением часто называют график амазонайт, графический амазонит. Амазонит это очень красочный минерал и часто встречается в красивых скоплениях кристаллов, кластерах. Это делает его чрезвычайно популярным среди коллекционеров камней и минералов. Некоторые из самых популярных образцов амазонита происходят из округа Тейлор, штат Колорадо, где кристаллы амазонита часто сопровождаются большими призматическими кристаллами дымчатого кварца. Большие и необычные образцы часто продаются за 1000 долларов, но есть и небольшие и привлекательные экземпляры по более доступным ценам. Амазонит часто встречается с другими интересными минералами, такими как альбитовый полевой шпат, клев-ландит, кварц и шерлот-турмалин. Есть даже коллекционеры, которые специализируются только на сборе образцов амазонита и связанных с ним минералов. Амазонит встречается во многих местах по всему миру, каждая из которых имеет свои особые характеристики. Одним из самых известных источников амазонита являются Уральские горы и Кольский полуостров на крайнем северо-западе региона. Этот амазонит известен своим интенсивно сине-зеленым цветом и высоко ценится коллекционерами. Другие известные источники амазонита включают Бразилию, в частности регион Минайс-Жерайс, где он встречается рядом с дымчатым кварцем и другими минералами. Соединенные Штаты, особенно Колорадо, также известны своими месторождениями амазонита, которые часто встречаются в сочетании с пигматитовыми жилами. Вот еще несколько стран, где встречаются амазониты. Мадагаскар, Намибия, Индия, Австралия, Канада, Афганистан, Китай, Эфиопия, Норвегия, Польша и Швеция. Каждый источник предлагает свои уникальные варианты амазонита, предоставляя широкий выбор вариантов для тех, кто ищет этот очаровательный минерал как для ювелирных изделий, так и для коллекционирования. Этот минерал с самого начала его обнаружения был великолепным образцом натуральной красоты, а верование в его духовную силу породило множество легенд и мифов, которые дошли до наших дней и поведали нам историю этого удивительного минерала во всей красе. Важно отметить, что хотя амазониту и приписывают различные метафизические свойства и преимущества, эти утверждения не доказаны научным и во многом основаны на духовных верованиях и метафизических практиках. Независимо от того, используется ли амазонит в ювелирных изделиях, в домашнем декоре или духовных практиках, особый внешний вид и потенциально символическое значение амазонита сделали его универсальным и ценным камнем в различных культурах и отраслях во всем мире и по всей истории. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, и вы подчеркнули что-то новое про этот минерал. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и делиться роликом с друзьями. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok